Участие в круглом столе приняли представители местного общества инвалидов-колясочников. Много вопросов касалось качества получения медицинской помощи. Один из самых волнующих – это доступность лечебных учреждений. Заместитель главного врача ответил, что сейчас рассматривается реорганизация территорий городских поликлиник, будут реконструированы и подъездные пути. Нам нужно будет с вами непосредственно также работать, выслушать конкретно ваши предложения и смотреть, как это можно будет все улучшить, все подъездные пути. Инвалиды-колясочники рассказали, что дорога к некоторым кабинетам в поликлиниках неудобна для передвижения к врачам, трудно попасть на прием. Ломал я руку, благо я более-менее могу встать, подняться. Подняли меня по панузу, закатили, приемная на втором этаже, рентген на первом. Приезжает на прием контрольный, он говорит, а ты прописан на микрорайоне, я тебя не приму. Я говорю, у меня полис страховой на руках, на руках. Я был на приеме, а живой я на вокзале. Нет, не приму, развернул меня, я поехал на БЭМС. Планируем в ближайшее время, в течение, грубо говоря, месяца, именно специалистов, таких как травматолог и хирург, их надо будет спустить на первый этаж, потому что доступность была удобна. По поводу того, что нет доступности, как вы рассказали, в одном учреждении просят полис, в втором учреждении говорят, что тут не прописано. Здесь нужно работать в этом направлении. Поэтому пока есть вопросы, я думаю, что будем находить на них ответ. Ну, понимаете, здесь очень долгое время эта система была, и сейчас что-то поменять, это нужно время, понимаете. И здесь многие специалисты говорят, а ну вот так, у нас так было постоянно, у нас так было всегда. Но время идет, медицина не стоит на месте, все приказы меняются. Кроме этого, члены общественной организации попросили обратить внимание на проблему вызова врача на дом и записи в регистратуре. Предложили назначить человека, к которому инвалиды-колясочники смогут обращаться по всем интересующим вопросам. На сегодняшней встрече ответы дали и представители центра занятости.